В центре города Казань на холме между улицей Бутлерова и Щербаковским переулком располагается величественное здание с длинной лестницей. Это корпус Института управления экономики и финансов. Лестница, ведущая к нему, чем-то напоминает Потемкинскую из фильма Эйзенштейна. Туристы, проезжающие мимо корпуса на Бутлерова, с ужасом представляют измученных студентов, которые за дня в день поднимаются и спускаются по ней. Но на деле задача эта не такая уж и сложная. Длинные лестничные пролеты значительно облегчают подъем. Строился корпус на Бутлерова со значительным перерывом во времени. Всего у него четыре блока. Проектирование первоначального проекта началось во второй половине 30-х годов прошлого века. В октябре 1936 года были утверждены эскизы архитектора Юлия Савицкого. Здание совмещает в себе элементы конструктивизма и классицизма. Можно сказать, что оно выполнено в стиле постконструктивизма с элементами сталинского ампира. Внутри корпуса на Бутлерова функционируют самые разные помещения, от учебных до спортивных. Да-да, все верно. Внутри корпуса есть спортивный, читальный и даже профессорский зал, в котором проходят различные консультации. Есть также и столовая. Вообще исторически столовая была всегда двухэтажная. Потом, когда мы поняли, что поток студентов уменьшается, очень много точек открыто рядом, в Советском Союзе такого не было, столовая стала одноэтажной. Второй этаж был переделан по центру магистратуры, а вот третий и четвертый этажи были надстроены уже в 90-е годы. Вот такое здание многофункциональное, этапно строящиеся, вот исторически, вот все это было закончено где-то в 95-м, в 96-м годах. Интересно, что строительство здания было прервано на несколько лет. Причина – начало Великой Отечественной войны. Продолжено строительство было уже начиная с 1945 года. Причем в состав бригад входили уже не только советские граждане, но и пленные немцы и японцы. Кстати, именно они построили знаменитую 80-ступенчатую лестницу перед центральным входом – яхтовый зал, который в буквальном смысле находится под землей, в недрах холма, на котором построено здание. Такое интересное, сильное, да, я бы сказал, решение, когда здание закругленное, плюс еще подкреплено такой большой лестницей. Ну, собственно, она, лестница носит как, конечно, эстетический характер, так и функциональный, да, чтобы подняться на холм к главному входу, лестница должна была там появиться. И вот такой, это общий ансамбль, да, такой архитектурно-ландшафтный ансамбль его даже можно назвать. Когда вот эта лестница, она в контексте с этим зданием по проекту, там еще были перекидки мостов через улицу Бутлерово на холм с Мулануром Вахитовым. Это здание приводит в замешательство каждого, кто оказывается здесь впервые. Идешь себе по шестому этажу и внезапно оказываешься на втором. За это его в шутку называют Хогвартсом. Лестницы здесь, конечно, сами по себе не двигаются, но новичкам ориентироваться в корпусе на Бутлерово сложновато. Никогда не знаешь, где окажешься, свернув за угол. Сами сотрудники отмечают, что никакой закономерности в расположении аудитории нет. Чтобы не потеряться, нужно просто их запомнить. А вообще специалисты говорят, что именно корпус экономического института на Бутлерово стал основой для последующего формирования архитектурного облика города. С отсылкой на него построены многие близлежащие здания, в том числе институт филологии и межкультурной коммуникации на Татарстан-2. Сейчас в корпусе на Бутлерово базируется институт управления экономикой и финансов, центр цифровых трансформаций и центр магистратуры. Но кто знает, может он хранит и другие тайны. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.